Благодать, радость быть вместе. И тема, которую сегодня Бог положил, ну вообще не сегодня, а вот уже какое-то время, кладет на мое сердце, чтобы говорить об этой теме, она очень актуальная, особенно для всех тех, кто живет здесь. Она больше практического плана, чем теологического, хотя косвенно мы коснемся определенных теологических моментов. И название темы может как-то даже кому-то показаться немножко обременительным, но я заранее хочу сказать, что цель этой проповеди, этого разговора даже, вот нас, нас с нами, это чтобы опозрить и вдохновить каждого из нас. Потому что, я думаю, каждый из нас задумывался об этой теме, может кто-то постоянно думает, кто-то ищет ответы на вопросы, как это делать. Итак, тема проповеди, как проповедовать евреям в Израиле. Как проповедовать евреям в Израиле. На самом деле это огромная очень тема, да, и за один вот час невозможно осветить все аспекты, потому что есть очень много нюансов разных. Есть очень много по теме разных. Это, ну, можно делать, как бы, ну, такой семинар, как бы, на такую тему, так актуально, как проповедовать вот нашим евреям тут в Израиле. Она важна не только для евреев, ну, то есть для тех, кого мы хотим достигнуть, да, для евреев, которые еще не приняли своего мессию. Я думаю, в первую очередь эта тема важна для каждого из нас лично. Мы увидим, почему. Люди размышляют над тем, какой самый лучший метод проповедовать евреям, да. Сюда приезжали очень многие разные люди из разных стран, которые, ну, может быть, просто слышали об Израиле, там, из Библии, из истории, но много чего не знают. Тут разных нюансов культурных каких-то вещей. И каждый имеет свое мнение на этот счет, как проповедовать евреям. Но я хотел бы дать и посмотреть вот на очень уникальный, нестандартный взгляд, который корнями своими уходит во время и период Мессии, во время первого столетия, как проповедовали нашим братьям в то время, евреям, евреям, мессианские евреям, которые уверовали в Мессию, живущие на этой земле. И мы с вами посмотрим на три очень важных пункта, на три очень важных взгляда, которые использовались в те времена, которые, я верю, работают и по сей день, и, может быть, многим из нас сегодня это поможет. И принципы проповедования, которыми я буду делиться, их можно использовать в проповедовании другим разным народам тоже, а не только евреям. Принципы. Но формат будет очень сильно отличаться. То есть мы все понимаем, что есть разные культуры, субкультуры. Мы даже, может, кто-то из вас слышал миссионерские труды людей, которые трудились на Ниве, вот таких очень далеких мест, как джунглей, там, где просто невозможно выучить язык и культуру этого народа. И все же люди это делали, жертвовали практически, если не целая, так половина отрезок своего времени и жизни, для того, чтобы Бог давал любовь к таким народам, для того, чтобы вникнуть, понять и просто передать Евангелие. На их языке, не на своем языке. Поэтому формат, он всегда отличается. Не только для евреев, да? К каждому народу существует определенный свой формат. Принципы те же самые. Давайте мы откроем Римлянам 9 глава. Римлянам 9 глава и прочитаем с 1 по 5 стихи. Один из моих любимых мест, связанный с этой темой. Римлянам 9 глава, с 1 по 5 стихи. Еще раз тема, как проповедовать Евреям в Израиле. Я зачитаю 9 с 1 по 5. «Истинно говорю в Мессии и на руку, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святой, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердца моего. Я желал бы сам быть отключенным от Мессии за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которых принадлежат усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Мессия воплоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Итак, мы видим, насколько несколько этих стихов наполнены любовью к своему народу, заряжены любовью апостола Павла. До такой степени, что он готов быть отлучен от Мессии, мы об этом поговорим, что он вел иду, для того, чтобы его братья, которым изначально принадлежало Слово Божие, быть светом и солью всему миру, и принести Мессию всему миру, чтобы они спаслись, чтобы Бог открылся им, как Он открылся апостолу Павлу. И мы с вами понимаем, что без любви вообще ничего невозможно сделать, достичь, невозможно проповедовать без любви любому народу. Я думаю, все согласятся, да? Потому что тем более еврейскому народу. И как же нам построить или воспроизвести вот такое состояние, вот как у апостола Павла, состояние любви к своему народу и тем самым проповеду. И я сказал, что есть три пункта в этом тексте мы увидим с вами. Первое, очень важный момент, это правильная самоидентификация. Правильная самоидентификация. Сейчас говорим о том, как построить эту любовь к народу, чтобы я мог проповедовать. То есть правильная самоидентификация или идентификация, да? Перед тем, как мы что-то наметим говорить этому народу, нам нужно определить свое отношение к нему. Потому что твое отношение к народу, оно всегда будет являться отправной точкой к траекториям твоего проповедования или манерии твоего проповедования. Ну, например, мы помним пророка Иона, который не сильно хотел идти в нему, да? Несмотря на то, что мы знаем, что Бог спасает, достаточно Богу было просто, чтобы он туда пошел, сказал пару слов, но мы видим, что его отношение к этому народу строило его стих проповедования. И смотрите, какое отношение у Павла к своему народу. Он называет их братья родные по плоти. Это часть его семьи. И он себя считал частью этой семьи. Он себя считал полноценным евреем и не на один процент меньше после того, как пришел в Мессии или уверовал в Мессию, а даже еще больше укрепился в этом, да? Братья родные по плоти. Смотрите, какая у него четкая самоидентификация. Он как бы не стал размышлять, уверовал в Мессию, «Я еврей теперь или я не еврей? Или я христианин? Или кто я?» Он четко знал, кто он. И вот эта правильная самоидентификация, вот с этого надо начинать, строить свое отношение к этому народу. Сегодня часто слышишь от евреев здесь, от евреев, слышишь такие фразы, как «Эти евреи, надо молиться за этих евреев, а ты кто? Ты тот же самый еврей. Ну, кто еврей, да? Я не имею в виду. Или кто, может быть, не еврей, но женат на еврейке или вышел замуж, да? Мы также затронем те, кто не еврей, да? Вот отношения не евреев к евреям. Но очень важно, чтобы наши братья как минимум почувствовали, что наше отношение к ним это как минимум родные братья. Да? Ну, как августов парк. Стив какой там был? Третий, да? «Родных мне по плоти». Поэтому вот этот минимум с него надо начинать, да? Для того, чтобы не вышло так, как часто вот наблюдается сами вот евреи, да? Уверовавшие уже в Мессию, их отношение к вот братьям-евреям, ортодоксам или просто израильтянам, да? оно не чувствуется ни ими самими, ни вот народом, как что-то целое одно, как одна семья, как что-то родное. И наоборот, очень часто чувствуется определенный антисемитизм даже. Странно звучит, да? Что у еврея может быть антисемитизм по отношению к евреям. Но есть такое. И поэтому я сказал, что эта тема важна для нас в первую очередь. Почему? Потому что для того, чтобы научиться проповедовать евреев, мне нужно пройти определенный путь работы над самим собой, над своим отношением. И, конечно же, как это делать? Ну, нужно менять свое отношение и, в первую очередь, начинать с идентификации, укреплять свою самоидентификацию. если я еврей, живу в Израиле, репатриировался, или я присоединился к еврейской семье через брак, допустим, и это уже моя семья, я здесь живу. Очень важный момент. Как это делать? Мы все в первом пункте. Как это делать? Есть очень интересный принцип апостола Павла, как забывать заднее и простираться вперед. Вы помните, да, феррибийца мы писали? Это очень хороший принцип вообще по жизни. По жизни. Практически хороший принцип. Потому что до тех пор, пока ты заднее не оставил, да, вот, там, может, какие-то раны, какие-то воспоминания, какие-то там, перетряски, ты просто никуда не двинешься. Ты по годам будешь продвигаться в будущее, а в душе внутри будешь оставаться в прошлом. И будет происходить определенный разрыв и раскол внутри души. Поэтому необходимо, как бы, если мы хотим дальше продвинуться, забыть заднее. Да, ну, это как бы такое греческое ступенье, в принципе, оно касается всех нас, вот, нашей жизни по принципу. Но для того, чтобы укрепить самоидентификацию, кто я здесь, в этой стране, две вещи необходимы, да, забыть заднее и постираться вперед. Что я имею в виду? Очень многие вот из нас, которые выходцы из бывшего Советского Союза, да, кто-то вот уже живет 10, 15, 20 лет, до сих пор живут там, внутри. Там ходят в русские магазины, тут, покупают русские колбаски, не скажите, а не. Я шучу, я не знаю, И вспоминают былые времена, ничего плохого, да, в воспоминаниях. Но люди живут этим сегодня. и для них эта страна как просто эмигрировать в Канаду или в Америку или в Германию. Интересно, что вот сюда, когда переезжают, не называют эмиграцией, да, репатриацией. Слово отличается. Репатриацией, ты возвращаешься в свою родину, в свою страну. а эмиграция это в чужую. Вот так многие совершили не репатриацию, а эмиграцию. Многие просто переехали в другую страну и держатся вот за свою коммуну русскоязычную, с русской культурой, да, с русскоязычной, я извиняюсь, потому что кто-то может с Украины, с Лениази, да, ну, чтобы как бы не выделять вот только те, кто из России, да, русскоязычный мир, он в нас еще живет. Поэтому пока вот это заднее, да, вот это прошлое мы не отлепим от себя, мы не сможем научиться всем этим вещам. Это начальные стаи, да, поэтому почему-то важно в проповедовании, потому что если мы хотим дойти до такого состояния, как апостол Павел, который говорит, мои братья родные мне по плоти, да, нам необходимо оторвать от себя тот, где мы были раньше. И очень часто вот когда проповедуешь, если ты не в таком состоянии, да, то оно чувствуется, как будто ты ну просто миссионер, который приехал сюда, чтобы проповедовать Иисуса, да, но ты не чувствуешь, что это твой народ. И второй принцип это простираться вперед. Первое, мы сказали, забывать занято, а второе, это простираться вперед. Там апостол Павел даже говорит стремиться к цели. Поэтому как нам простираться вперед? Да, вот, к укреплению самоидентификации. Алиф и Бет. Я скажу, Алиф и Бет. Нужно выучить два языка. Два языка. Да? Один язык это язык коммуникации, а другой язык это язык мышления, то есть культуры. Первое, да, язык коммуникации. Обычные вещи, но часто как бы не происходит. Люди живут годами, да, но у них барьер именно вот на таких простых вещах, как язык коммуникаций. То есть не учат евреи, не хотят, не любят, кто-то ненавидит даже, если такие. И я понимаю, что не всем дается язык легко. Я не говорю достичь уровня гарвардского какого-то. Хотя бы вот коммуникационный уровень общения. Однако я все-таки верю, что люди, которые находят оправдание не учить язык, все-таки, все-таки вопрос лежит в мотивации. И я очень простую проверку говорю. Если я к тебе сейчас подойду и скажу, что на твой счет я перечислю один миллион шейфов и на один миллион долларов. Серьезно? Без шуток. подождите, вот я мудро говорю, а дальше надо послушать. Если вы за год вы учите язык, разговор, за год, вы получите эти деньги. Будет мотивация? Нет. Почему? Потому что есть выгод определенный. Так или нет. Стимул. Не просто стимул. Я что-то могу получить? Посмотрите, где часто лежит наш настрой, вообще наша мотивация. Апостол Павел здесь, по-другому его называют Рав-Шаву. Об этом тоже вы говорите. Он готов отдать что-то. очень даже ценность. Не ищем никакой выгодки. И как часто находишь человека, мы сейчас говорим про верующих кто-то, ну просто не могут терпеть язык. Есть такое. И поэтому кому деньги зачислять? если мы хотим построить самоидентификацию, без языка никак ты не прочувствуешь, что это твоя страна, что евреи, половину евреев, одна четвертая, неважно, что это твой народ. Без языка начинаем учить язык. Ну часто бывает у вас хотите что-то сказать человеку и барьер, да? Возникает барьер. Я понимаю, что бывает такое отношение со стороны местных, саварин, что мы как бы там как второй или третий сорт, не важно сколько мы прожили и так далее. Друзья, это обман. К сожалению, если так оно есть, мы сами в этом виноваты. Я был в армии, и очень много семей русскоязычных, которым нет такого отношения, которые не чувствуют себя вторым или третьим сорт. Потому что люди приняли решение, что это их страна, это их народ, и они поставили цель, как парьер говорит, стремлюсь к цели теперь. А как стремиться к цели, если задняя тянет назад, надо обрезание сделать, обрезать лишнюю часть. Поэтому можно, можно вжиться и чувствовать себя как израильтянин. Второе, я сказал, это язык мышления, правильно? это культура, культурный фон. Почему это два в одном, и одно нельзя разделить от другого? Потому что есть, опять же, многих людей, которые выучили язык, отлично знают язык, коммуникации, но ненавидят эту культуру. То есть с людьми до сих пор не могут строить отношения, вести диалог, то есть физически коммуникация есть с израильтянами, очень свободно говоря, но не имя частью вот этой культуры, этого народа. Живут в своей субкультуре русскоязычной. Годами, причем это может быть даже с детства, не обязательно переехавшие в возрасте 40 или 50 лет. Есть молодые люди такие, которые армию прошли и они как бы израильтянами говорят свободно, иногда даже акценты не услышишь. Но дома в субботу он может быть советским. Сейчас, дай я. Кто из вас был для отношений здесь? Всем советую. И не только это, советую всем сделать ля-ля- потихоньку такой выходные в свободное время. Ходишь, когда берете тур. тур по израилу, по музеям. Мы сейчас говорим о практических инструментах, которые помогут нам вжиться в эту страну. Культурный фонд сейчас, БЭТ, это тема идентификации. т.е. язык понятно, как учить язык, это уже отдельно могу посоветовать, да, ну, системы. принцип. Сейчас мы учим, как выучить язык мышления, культуру. Начали ходить, посещать, узнавать. Вот, кто был на семинаре Тибелес, да, вот, были многие, я знаю, здесь это община, да, это семинар по душеподпечению, то есть, очень хороший всем советую. То есть, неважно, сколько ты верен, но там часто находишь вещи, которые о себе не знал, выходят далеко в корне проблемы в прошлом семье и так далее, да, пары, многие получили ответ для себя, как решать внутри семьи свои новые проблемы, потому что увидели, что они принесли из своей семьи в новую семью, и вот этот семинар очень помогает как бы увидеть свои раны какие-то, которые я раньше не видел, которые являются причиной определенных следствий моего победения, моих реакций, моих решений и так далее. Очень хороший, здравый библейский семинар, то есть, без всяких, кто уже наелся и навидался без огонок и там энкаунтеров в плане, что постоянно изгоняют бесов и так далее. Реальный, здравый семинар, где работают над душой человека. и к чему я? Вот эта группа корейская, которая приезжает и мы совместно с нашей общиной с Сербией организовываем это, они перед один день до семинара прилетают заранее, потом после семинара у них тур, и они в первый день до семинара перед тем, как поднимаются в Тверю, заезжают именно в Гузе, один музей только, больше не делает тур, заезжает в Яд Вашем. Ихняя цель это то, чтобы команда, которая приезжает служить, могла пропитаться любовью и уважением к тому народу, к которому они приезжают служить, и поэтому они едут в Яд Вашем. Мы говорим о том, как взрастить любовь, как построить внутри меня это отношение как у Павла. Поэтому практические советы. Яд Вашем, кто не был, сходите, сходите, посмотрите. Еще какие-то музеи, музеи Израиля и так далее. Другие шаги, которые тоже помогут в них в культуру, пробуйте израильскую еду. Казалось бы, как бы примитивно, но вот я понимаю, что есть свои блюда тоже, и мы привыкли к котлетам, борщам и так далее. но ты сюда уже приехал, ты тут живешь. Это тоже что-то делает на самом деле, когда ты начинаешь пробовать ангельский, то, что тут присуще. Хумус. Обязательно есть, как бы на утро каждый завтрак, обед и ужин. я просто примеры провожу. Это тоже важно, и да. Терминологии тоже, которые мы используем, вот как принято в Израиле говорить, терминологию на тему религии тоже, или вот когда мы проповедуем, тоже культурный фон отражается через это. Потому что очень часто ошибка, которая происходила у миссионеров, проповедующих в других странах, это то, что вместе с Евангелем они часто, не замечая, передавали или навязывали и даже это было насильственно в свою культуру. Да, англичане там у китайцев, американцы у африканцев и так далее, корейцы в России. Очень часто это наблюдалось. И меньшинство, я бы сказал, меньшинство, которые приезжали и проповедовали именно находясь внутри этой культуры, без переводчиков, учили язык, ели эту еду, придерживались вот той еде, которая принимается в той стране, да, кашрут, другими словами. кстати, кашрут это не только слово, которое применяется к еврейскому стилю еды. Кашрут это пригодная пища, которая есть у всех стран. Ну, например, мы же в своей стране не едим червячков и тараканов. У нас тоже есть определенный свой кашрут. в Индии не едят корову. У них свой. И вот я просто пытаюсь показать параллель, как другие миссионеры в других странах своих, есть те, которые до сих пор, я знаю, это смешно звучит, заказывают еду, поставляются в своих стран, потому что нету в этой и просто не могут. И очень часто такого плана вот миссионеры задают вопрос, а что же вы тут делаете? Вот. И очень важный момент, я считаю, что когда ты находишься в этой стране, особенно если это часть твоего народа, и ты хочешь работать над своим отношением для того, чтобы вжиться в этот народ, то нужно вот эти все вещи пробовать, придерживаться, потому что они нас меняют, на самом деле, где ты начинаешь ощущать, что родные братья по плоти. Терминология тоже, я вот сказал, что тоже очень важна. Я понимаю, что многие привыкли к терминологии как Иисус Христос. и даже я знаю, встречал некоторых, которые чувствовали, что они предают Господа, когда переходят на другую технологию и называют Твою Шоу Исси. Терминологию. вот такой степени. Есть такие люди, и вот ты сидишь и объясняешь, что в каждом народе оно по-разному звучит. но я принял для себя личное решение, что я тоже к терминологии буду относиться серьезно, находясь здесь. Она тоже очень очень важна. Праздники тоже очень важный момент. Очень многие поменяли свои праздники живут там День Победы, 8 марта, Пасха по тому, как праздновалось Рождество, Новый год и так далее. И серьезно скажу, эти вещи они на самом деле очень практические, потому что люди по 20-30 лет в стране и ну как бы не то, чтобы кто-то против Нового года, но для них до сих пор Роша Шана остается как какой-то чуждый праздник, хотя он из Библии взят. И потом люди вот как бы говорят, что я здесь не чувствую себя дома. Там было лучше. Люди каждый год ездят, потому что у них ностальгия и так далее. Поэтому, друзья, это нормально, ты приехал в эту страну. если эти праздники не станут твоими праздниками, то самоидентификация не утвердится. И естественно, куда мы двигаемся с вами? Проповедовать будет невозможно. Но если мы хотим как бы именно достичь не то, чтобы вот сейчас я все это выучу, эту систему и евреи начну спасаться, да? Я сейчас говорю даже не о спасении, я говорю о построении диалога и определенного моста между нами, мессианскими евреями и братьями иудеями, ортодоксами или даже просто селетскими истеритянами, да? Которые все равно придерживаются по-минимуму иудаизму. И даже если они не соблюдают кашрут и так далее, и шаббат, но в момент, когда ты заходишь на территорию религий и начинаешь говорить о мессии, то автоматически они включаются, что я иудей, я еврей. даже если не соблюдают, но по-минимуму все равно как. Поэтому мы хотим, когда я говорю как проповедовать, мы хотим построить мосты. Так или нет? Или не хотим? Хотим. Хотим. Поэтому лучший метод, чтобы вот неродное стало родным, это начинать это делать. Ну как бы нету каких-то замысловатых, глубоких там объяснений, да? Практика уже много раз доказывает, лучше всех помогает запомнить материал. вы помните уроки химии и лаборатории? Когда вот даже самый, ну, трудно понимающий студент, вот эти все формулы, все лаборатории, когда видели на практике, как это работает, хоть на каком-то минимуме воспринимали и понимали материал. так или нет? На практике. Поэтому невозможно будет просто такой случай сделать внутри головы, что так, сейчас я перенастрою и Новый год для меня будет Роша Шана, а это будет, ну, как бы второй Новый год, все-таки еще это, да? И так далее. Надо пробовать это делать. Надо праздновать Роша Шана не как израильский праздник, который, ну, делать нечего, мне надо праздновать, а как свой праздник, как часть своего народа. И я учусь, кстати, я же тоже приехал в таком возрасте, где, ну, определенный промежуток времени я прожил там, и все эти праздники помню. Но вот дети мои, которые в садике, и когда я хожу туда, там, на праздники обязательно должен быть родитель один, да? Я часто хожу, и я вижу, насколько вот эти все праздники для них, это просто что-то естественное, что-то родное, это часть их. Но в каждом празднике есть определенные, там, ритуалы, еда, да, вот это вот, на каждый праздник. Это все помогает, как в лаборатории, на уроке химии, закрепить материал, и твоя самоидентификация начинает укрепляться и утверждаться. Итак, это было первое, мы сказали, да, самоидентификация. Мы показали, что необходимо выучить два языка. Как это делать? Нужно это делать. Менять. Практиковать. Правильно? Второе. Семейная атмосфера. Семейная атмосфера. То есть, второе истекает из первого. Мы в своем проповедовании должны достигнуть атмосферу семейного плана, а не как какой-то странный пилигрим, страждущий, да, приехал в Израиль и пытается объяснить, что Христос это Мессия. То есть, часто выглядит дико. Потому что, опять же, апостол Павел здесь говорит, да, родные братья мне по плоти. заметьте, разница очень частая такая, когда ты проповедуешь, да, из как будто другой субкультуры. Передаешь информацию о Боге, о Мессии, да, не то, что как на семью на тебя не смотрит, больше как бы какого-то врага, который пришел что-то там навязать, да, что-то украсть, что-то заменить и так далее. Очень интересно, есть много примеров, мы посмотрим на один из них, когда мы видим, как Павел, Петр проповедуют, Стефан, Филипп, сам Ешуа, да, мы видим, что стиль проповедования, он как внутри одной большой семьи. Там нету такого, что там есть разногласия, поскольку в его семье есть, но не смотрят на них, как на иностранцев, которые приносят как бы иного Бога какого-нибудь. Нету такого, да. И интересно, что Павел, он всегда называл себя иудеем, евреем. На самом деле, когда стоит вопрос, как я еврей должен называться, христианин или еврей, то очень часто у иуссианских верующих возникает такой стереотип, барьер. Если я не назову себя христианином, но назову себя евреем, то я как бы предаю Христа. Это обман чистой воды. И я знаю людей, которые переезжали сюда, они должны были графу заполнять, кто они, еврей или христианин. И вот мой родственник один, троюродный дядя, он католик, написал, что христианин, католик, его не впустили в страну. Мы когда заполняли, вот родители написали евреи, я тоже написал евреи. Я вам открою один секрет. В слове вот иудей есть очень сильное значение, которое на самом деле только укрепляет тот факт, что когда ты называешь себя иудеем или евреем, ты ни в коем случае не отвергаешь Христа. Потому что стереотип в чем заключается? Христианин, там есть Христос, как бы, да? И поэтому если я не христианин, а еврей, то я отвергаю Христа, получается. На самом деле исторический термин христианин, он первый раз появился в Антиохе и стал применяться среди уверовавших язычников. В Антиохе и потом так далее, да? И то на то время это понятие не несло в себе определенную субкультуру христианскую. Ее еще не было. То есть Нового Завета даже еще не было, который мы держим в руках. Да? Все язычники, они, уверовавшие, они изучали Тору и Танах. И когда говорится, что все Писание Богу вдохновенно, и Павелу, Павелу, Тимофею увещевали, чтобы он укреплялся в Слове, да? И тщательно его изучал, преподавал и так далее, то на то время еще не включен Новый Завет. То есть все язычники изучали Тору и Танах. И евреи все оставались евреями. То есть они не меняли термин христианина. Теперь слово иудей, еврей, да, иудей, исходит от слова какого? Иуда. Правильно? Какой он был сын по счету? Четвертый. Четвертый. Теперь, жалко, нету доски, я бы написал, нету, да? У нас тут доски. Это слово очень интересное, да? Слово Иуда есть четыре буквы Бога, юдей, иудей, ивавей, иегова, как мы называем, или яхвой, и буква Талит. То есть если отделить, иегова, юдей, и Талит. Талит — это четвертая буква в алфавите. Интересно, что под Талит он был тоже четвертым сыном иуда, да? Но Талит также — это слово. Вы знаете, что любая буква в Иудее означает слово. Это не просто звук, как А или Б. Алиф — это слово алюф, да? Бет — байт. Причем многие буквы выглядят как то слово, которое оно означает. Так вот, слово Талит — это также слово Талит. Просто классовки другие. Талит — это дверь. Теперь, вы смотрите, у нас в слове Иудей, да? Иуда. Есть имя Бога и есть дверь. Дверь внутри имени Бога. Теперь мы знаем, что Иешуа о себе говорит, что я есть дверь. И кто вновь войдет, найдет бажей. То есть, никто не приходит к Отцу, как только через меня, имея в виду эту дверь. То есть, внутри Бога есть вот эта дверь, как мог попасть, и это Сын Божий Мессия Иешуа. И поэтому еврей или иудей означает тот, который должен был открыть дверь к Богу. Открыть дверь к Отцу Небесному. Поэтому Иешуа говорит, что «вы с той земли», говорят евреям, да, Матфея 5 глава, «вы свет, мир». То есть, это избранный народ, избранность заключается в том, чтобы явить мессию, через которого люди приходят Богу всеязычные. Так, иудей, это слово значительное или нет? Очень значительное. четверобуквенное имя, которое редко используется вот именно в каких-то словах, да, вот именно в Иуда, полное. Есть разные имена, там, да, Осия, Иаили, и так далее, где имеются две буквы от этого имени, Юдгей. Но полное только в Иуде, слово от которого происходит иудаизм или ядут, да, евреи, иудеи. И поэтому, когда я называю себя евреем, я на самом деле только утверждаю, что я верю в Мессию. Любой еврей верит в Мессию. Просто наши братья еще не осознали, что это Иешуа. Мы по милости и благодати Божьей уже как узнали. Поэтому, смотрите, это этот момент очень важный на самом деле как бы для каждого из нас. Для евреев тоже, да, потому что когда евреи приходят и проповедуют ортодоксу о Мессии и говорят, что он христианин, то подсознательно в любом случае здесь больше как бы пахнет субкультурой, чем Евангелие. То есть оно не так на самом деле, да, у человека может быть мотивация хорошая, что он хочет просто передать благую весть. Но формат, формат не тот, формат мешает. поэтому я считаю себя иудеем, евреем, потому что это в центре этого учения всегда есть и был и будет Мессия. Да? Дверь к Богу. Я недавно видел на видео вот такой там ролик кто-то выставляет, как один американский иудеем ходит по старому городу и пытается вести диалог с иудеями, с ортодоксами. И я, конечно, посмотрел, да, оно выглядит все вот как ну не хватает только копья и меча такого, знаете, что крестоносится. То есть диалога вообще никакого нет. Он и не пытается его построить даже. То есть одни какие-то фразы, что вы свою Мессию распяли, вы тантовывают. В принципе, он говорит факты, да, определенные. Но как бы формат абсолютно неверный. И у меня как бы вот если бы я встретил его, да, если бы встречу, я бы ему посоветовал бы поехать в Америку и лучше вот так кричать гомикам верующим, которые в церквях сегодня есть отдельные церкви, гомесексуалистам, где пастор остался гомесексуалистом, да, и они проводят служение, расслабительное служение Богу, проповедуют. Это на самом деле просто в церквях, где пастор нормальный есть, допускаются, да, однополые там браки и так далее. Это есть целое движение церквей сегодня таких. И мне кажется, ему там больше как бы ну надо быть тут как бы не место. У него хороший да, но его туда надо направить и многих другими семьями. Спасать свой народ. Потому что здесь больше как бы ну ломают дров, чем строят что-то. по факту скажу и по правде как есть на самом деле. Луки 20 глава. Давайте посмотрим на пример семейного рода. Луки 20 глава. пока мы открываем хотел еще добавить что кстати само слово христианин означает мессианский перевести мессианский верующие язычники называли себя машехи машех христос машехи мессианский просто это греческое слово и поэтому те народы которые раньше поклонялись многим богам они считались идолопоклонники то теперь они как бы вот ну в принципе то мессии мы знаем что из других народов когда переходили и начинали веровать в бога переходили как бы в иудаизм то есть обрезывались в Британии поэтому на совете в Деянии мы читаем когда Дух Святой спасал язычников то ученики задались вопросом что нам делать и Господь сказал что они спасаются через них не нужно как бы делать счастью физического израильского народа то есть каждый может оставаться в своей культуре да вот и но но как бы терминология да вот не назовешь не дашь и не скажешь что это теперь иудин да они же допустим были греки там и так далее но для того чтобы отличать их от идолопоклонников то было принято решение назвать их мессианские или христиане да теперь где в свою очередь евреи Павел и остальные да они уже были евреи которые верили в приход мессии которые поклонялись одному богу и в Шва Исраэль мы знаем да есть правоскрашение того что отвергает идолопоклонство вот поэтому ну такое добавление небольшое да к терминологиям для того чтобы понимать что им не нужно было как то по другому теперь называться Луки 20 первого большинства стихи в один из тех дней когда он учил народ в храме и в благоместство приступили первосвященники и книжники со старейшими и сказали ему скажи нам какую властью ты это делаешь или кто дал тебе властью он сказал им в ответ спрошу я вас об одном и скажите мне крещение Иоанна вас небес было или от человека они же рассуждая между собой говорили если скажем с небес то скажем то скажем почему же вы не поверили ему а если скажем от человека то весь народ побьет нас камнями ибо он уверен что Иоанн есть пророк и отвечали не знаем мы откуда и восьмой стих еще и сказал и еще я не скажу вам какой властью это демон аминь семьи фарисеев то есть фарисеи это не нарицательно как потом позднее стало да фарисеи это одна из деноминаций была в иудаизме как садукеи тоже в которых отличались вероучения но база была та же самая как сегодня есть баптисты писякники харизматы и так далее то есть фарисеи это была одна из лидирующих деноминаций в иудаизме на то время и родители Иешу они были из фарисеев тоже и поэтому больше всего мы видим диалога именно среди фарисеев не среди садюки а это было то что мы знаем так вот смотрите как они ведут диалог как бы с одной стороны непонятно но когда еврей говорит с евреем они друг друга очень хорошо понимают посмотрите второй стих они говорят скажи нам какой властью ты это делаешь и кто дал тебе сию власть речь не идет о том кто дал тебе сию власть что ты тут вытворяешь вы знаете что у евреев принято давать ответ вопросом да ты задал вопрос я ответил вопросом это культурный момент тоже который сегодня присутствует и тогда это тоже нужно понимать так смотрите они как бы вопросы задают на самом деле говорят утверждение вот когда они говорят скажи нам какой властью ты это сделал в скобочках ты тот который обещан и когда решил делать эту всю процедуру и говорит скажите и мне вы тоже да ядово было крещение от человеков или от богов они говорят ну если так скажем то так будет если так то так давай скажем не знаем он говорит и я не скажу вам в скобочках а вы что не видите очень много таких мест на самом деле вопрос 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 и как бы ответа толком нет на самом деле они друг другу ответили два еврея поговорили задали другу вопрос и получили ответ он им другими словами говорит а я тот вы что не видите он редко когда напрямую говорю я там мессия культура другая совсем по-другому ведется диалог эти вещи тоже очень очень важны но мы видим смотрите в любой семье есть свои там вздоры да крики и так далее это же не означает что ты не семья и поэтому здесь то же самое они внутри семьи решают определенный вопрос и друг друга очень хорошо понимают поэтому друзья очень важно понимать культуру для того чтобы создать семейную атмосферу в твоем проповедовании или это не означает вот как бы американский или западный стиль это как на третий сказать Иисус любит вас подарит цветочки подарит брошюру там умер за вас и так далее и это как бы хорошо работает в других местах очень достаточно почитать вот в новом завете все вот эти места и там очень много уроков как поучиться как проповедовать именно евреи и третье самоидентификация семейной атмосферы третье необходимо построить базовый фундамент еврейского взгляда и образа жизни базовый фундамент еврейского взгляда и образа жизни то есть формат о котором мы говорили да речь идет о знаниях и тоже но не просто о знании так же образ жизни я объясню да я думаю что вот любому как мессианскому так и мессианскому верующему здесь необходимо выучить базовые элементарные вещи о законе о праздниках о связи вот нового завета с танахами и так далее просто чтобы твой диалог информацию которую ты передаешь она действительно выглядела во первых адекватно во вторых имела какую-то почву под ногами да ну есть очень много в новом завете мест которые трудно объяснить если мы не понимаем танах или закон например вот я помню когда в библейском колледже учился очень хороший библейский колледж в америке один из считался один из самых престижных до сих пор считается потому что там присутствовало то что во многих семинарах или университетах не было это индуктивный метод изучения библии где изучали библию все от начала до конца очень хороший колледж который очень благодарен от бытие до откровения книга за книгу стих за стихом такой метод то есть не просто тематические проблемы а вот человек тебя учили как просто взять главу там не знаю глава там третья глава это мог там разобрать все стихи естественно имея как бы связи и так далее вот и там было очень много мест которые не могли объяснить вот с нового завета например когда Ешуа воскрешает из мертвых воскресает из мертвых то в саду когда приходит Мария вы помните он что ей говорит не прикасайся ко мне да почему мне еще надо как сути и нам пытались по разному объяснить как могли а потому что не имели доступа понимания вот она хайторы да что ну как бы она имела ввиду что она просто хочет прикоснуться удержать его да он говорит я не могу на земле оставаться мне нужно как бы уходить на небо да к отцу и как бы Духа Святого нужно поставить и так далее то есть ну вот так примерно объясняем да где еврейский взгляд очень здравый он объясняется именно почему да так считается что во время Йом-ки-пура когда священник первосвященник должен был входить во святое святых да то к нему нельзя было прикасаться да это еще добавочные комментарии которые объясняют эти моменты да он должен был быть чистый он должен подготовить себя пред Богом да он даже не спал ночь до этого для того чтобы случайно не произошло во время святого 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 чтобы он не оказался нечистым то есть там очень много нюансов которых мы как бы не знаем и когда мы читаем к евреям 9 глава мы получаем информацию что Ишо вошел в небесную скинью и окропил своей кровью некровью козлов и кельцов это место соединяется как раз тем моментом когда он воскресает и он в тот момент должен по евреям 9 глава и по правилам Йом-ки-пура как первосвященник окропить уже не кровью козлов кельцов о своей крови в небесном храме в небесном святое святых и потом уже вечером возвращается и находится вместе с ними это только один пример но их есть много и если они знают праздники и порядки первосвященников и законы и постановления и так далее которые как бы без них невозможно многие моменты объяснить то проповедование будет выглядеть как знаете мы вырвали как бы отделили от себя все высказание и теперь вот мы проповедуем абсолютно новую библию новый завет новый завет и ветхий завет должно выглядеть в проповедовании как одна книга одна книга но если мы не видим связи то будет возникать определенные проблемы но есть очень много примеров так как сегодня есть стереотип что вот только евангелие от матфея было написано на еврейском языке во первых это очень легко опровергнуть да и одну из примеров просто приведу это отдельная тема но просто я привожу примеры насколько вот часто да вот новый завет написан на греческом там пару книг только на еврите а Танахлист написан на еврите да это уже вносит определенное как бы разделение в стереотипе когда мы проповедуем да но кажется что новый завет был написан для греков он был написан в первую очередь для евреев потом уже в ангеле да потом уже они были передавались конечно это отдельная тема есть теория о том где спрятаны оригиналы на еврите да есть как бы нету там доказательств пока еще но нету доказательств это правда но по логике вещей когда мы читаем евангелие от Иоанна последнюю по моему да последняя глава где Иешуа приходит и говорит с Петром вы помните он его восстанавливает он говорит ему любишь ли ты меня три раза да нас всегда учили что на греческом языке Иешуа спрашивают по разному ты любишь ли ты меня он спрашивает его любишь ли ты меня как Агапы два раза а третий раз если не ошибаюсь спрашивают любишь ли ты меня Филио как друга да у меня возникает вопрос на каком языке во первых они говорили между собой Петр не Иоанн писал а Петр Иешуа на иврите на иврите где на иврите мы видим там два три четыре отдельных слов их есть филио эрус и так далее откуда вообще такое понимание что он уловил на иврите что Иоанн писал что Иоанн что Иоанн спрашивает его два раза о любви Божией а третий раз о любви дружеской как бы и потом это все написал на греческом то есть не на иврите оригинал на греческом он написал и как то вот так вот он ну так оно решилось во первых как бы по истории доказано только об апостоле Павле что он говорил на одиннадцати языках из книги специальной он знал греческий он писал на греческом и свои новозаветние книги которые не относились к евреям он писал на этом языке но ученики остальные с трудом знали свой язык вот многие на то время не знали кто умел читать и писать считался вот как сегодня на уровне Гарварда очень грамотный человек серьезно да поэтому когда Иешуа говорит толпу спрашивает да слышали ли вы что сказано да он не говорит читали ли вы потому что люди многие не могли читать люди тогда учились слыша им кто-то грамотно читал писание да там мрад священник и так далее поэтому как он мог написать на греческом да и тому подобное вещи и как он вообще этот момент мог уловить и перевести его на две разные два разных уровня любви да и очень много таких очень много таких вещей очень много таких нюансов да которые необходимо знать стереотипы которые необходимо менять да если мы хотим действительно понять связь во-первых чтобы передать связь Иешуа в Танахи евреям нам самим нужно это как-то уразуметь да понять но не только это да недостаточно просто знания необходимо так же чтобы образ жизни он подходил под формат еврея здесь поэтому если кто-то да вот ну очень сильно любит праздновать Новый год с Ёл на здоровье на здоровье но 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 если принимаешь решение еврею проповедовать эффективно то необходимо что-то вот здесь поменять да уже 20 лет люди в стране и не могут с еврейским народом до сих пор вот неделю просто во время Песоха просто соблюсти Песох даже хотя бы ради еврея не говорю там по слову да то есть очень многие глубокие вещи когда человек вот не соблюдает это скульпулировано ради того чтобы показать свою правильность или получить спасение а делает это потому что прослушен Слово Божьего и верит что в этом видит есть очень глубокий скрытый смысл у всех этих символов в маце там и так далее да и люди сами себя отделяют от культуры этого народа да я даже знаю вот люди которые специально перед евреями едят квасной хлеб во время Песоха ну как бы чтобы показать тут я я вот так да и выглядит это все не то что некрасиво да как бы как можно говорить там о любви или проповедовать или вообще приблизительно вот как Павел говорил да родные мои братья неужели вы думаете что Павел он поменял образ жизни вот как еврей не еврея он всегда оставался евреем и самый лучший метод проповедования это даже не знание наше это житие или образ жизни через которого мы проповедуем евреем потому что евреи так привыкли помните для Елена очень важно мудрствование знания объяснения для еврея очень важно знамение именно как бы как ты живешь по этому слову помните да когда Павла обвиняли в том что он учит не соблюдать закон пошел принес жертву был также момент когда он обрезал Тимофея или Тит Тимофей по-моему да Тимофея он не идет туда чтобы поговорить с ними со своим народом и ну как бы теологически объяснить им что он все таки еврей да он через вот этот акт вот это действие да что он приносит жертву он как бы всем замолкает рот и все как бы видят что да он как бы еврей то есть он не играл иначе бы мы в тексте дальше увидели бы продолжение что иудеи сказали ну он лицемерен он как бы он это делает для того чтобы просто нас убедить это не говорит о том что они сразу уверуют в бессилию конечно а речь вообще не об этом да речь идет сейчас о том чтобы мы могли опять же повторяем построить мосты построить какую-то коммуникацию с нашим здесь народом понимаете да поэтому с греками Павел сидел и очень красиво излагал мудрость с евреями он поступал по-еврейски и тем самым он передавал информацию что он не отрекся своего еврейства ничего о себе не поменял у евреев принято считать что ученики своего раввина являет лицо своего раввина да вот еще его называли рэба да раввин и если ученики как бы ведут образ жизни другой греческий имитаритет западный да то и для еврея кажется что их раввин он как бы иностранный какой-то иностранец поэтому многие многие воспринимают еще да даже в картинах это часто прослеживается такого худенького утонченного европейца часто с голубыми глазами такие да вот волосы все ну как бы нос очень такой утонченный да все как бы красиво не еврейский еврейский был ну как бы я берусь на сто процентов говорить о его внешности не знаю да но я думаю многие удивляться когда увидят решуа на самом деле как он выглядел не только в плане его да что он был похож на еврея а даже образ его одежды когда он заходил в синагогу да ему давали слово он выглядел как раввин просто так проходил даже евреи не дали бы сесть и зачитать слово парашат шавова недельная тревактор давали раввина поэтому ему дали место павел помните когда он заходит в синагоги разные в европе то ему тоже дают слово чтобы он сказал именно потому что он так выглядел если бы он выглядел как грех допустим и сошел в синагогу то никак не дали читать слово поэтому очень важный момент и в заключении вот этих трех пунктов мы поговорили о самоидентификации семейной атмосфере и базовый фундамент знаний связи и образа жизни вы помните историю Иосифа когда он был прожан в Египет и долгое время прожив там наступил голод и братья вся его семья пришли в Египет вы помните что они его не узнали почему он выглядел как египтянин правильно то есть он не был вот бородой да там вот такой еврей из пахматы и так далее он был без бороды как все они выглядели очень одинаково они его не узнали но когда он снял свои одежды они потихоньку начали его узнавать видеть в нем брат друзья вот эта задача наша здесь если мы хотим проповерить и как мы поговорили уже вот эти три пункта это практические шаги для того чтобы снять мы своим образом жизни для еврейского глаза снять одежду иностранную с Ешуа да образно говоря чтобы евреи увидели его как своего брата как своего родного по плоти и он явился именно в тот момент когда они привели Вениамина помните младшего брата он единственный который был родной по отцу и по матери Вениамин и Осип и когда он увидел младшего брата тогда он как бы уже не смог держаться и я верю это как бы вот мое такое личное видение откровение что Вениамин он выступает среди всего израильского народа как вот мессианские евреи потому что наша ветка она как бы довольно-таки новая и очень часто непринимаемая в иудаизме точно так же как Вениамин на него смотрели потому что он был братом Иосифа и я думаю когда вот мы как Вениамин придем вместе с остальными братьями в связь в определенную связь в определенную коммуникацию то в тот момент через вот эти шаги образ жизни и так далее в тот момент Ишуа начнет как бы открывать их глаза через то что они просто увидят что он есть настоящий Иссея он есть их брат он свой по плоти опять же возвращаясь к первому тексту мы видим что Павел он был готов быть отлученным от Мессии то есть другими словами он готов если это помогло бы попасть в ад и пострадать если надо и быть отключен потому что он знал в кого он верит но он был готов это сделать если это помогло бы конечно же это невозможно то что он говорит это нереально то есть он уже в нем живет Мессия он не может быть ученым от Мессии но он показывает просто печаль своего желания своего сердца что до такой степени он готов был даже пострадать если надо для своих братьев то есть он готов кружать Моисей то же самое говорит вы помните когда Бог говорит о своем народе то он говорит если ты их уберешь то если ты так же меня мое имя то есть мы видим людей которые реально не просто ощущали себя внутри народа своими они несли боль своего народа и так вот желали чтобы народ был спасен поэтому братья и сестры я знаю что тема как бы непростая потому что она затрагивает очень много аспектов в моей личной жизни никто не говорит что сейчас нужно побежать и как бы все поменять и так далее речь идет о серьезности наших отношений о реальности в которой мы живем и о нашей готовности что-то постепенно менять начиная с минимальных вещей как язык например о котором мы говорили как вот праздники отношения моего к этому то как я веду диалог и многие многие другие вещи да вот знания чуть-чуть изучить как бы законы праздники и как все работало для того чтобы показать что Мессия он свой он наш человек в котором обитает вся полнота божества как кто-то говорил однажды что еще единственный безгрешный еврей в своем народе потому что в нем он есть сам Бог воплотит и поэтому пусть Господь благословит нас на самом деле когда кто-то говорит о том как проповедовать в Израиле оно поначалу как бы пошел как бы на улицу и начал проповедовать или просто как бы по четырем законам как это Евангелие да четыре пункта там я там грешник я это так и то да молитва покаяния и так далее и это может быть замечательной работой у других стран но здесь я думаю мы должны серьезно задуматься и в Новом Завете очень много примеров как наши братья уже верующие в Мессию проповедовали своему народу поэтому пусть Господь нас благословит укрепит и каждому поможет на том уровне на котором он находится да может быть какие-то вещи пересмотреть аминь 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 аминь